Здравствуйте! Меня зовут Галина Титарчук. Вы смотрите телеверсию столичного проекта «Открытый город». Проект, в рамках которого чебоксарцы напрямую ведут диалог с властью. На этот раз мы побывали в школе номер 10. С горожанами встретился заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Герман Александров, глава Ленинского района Николай Прокопьев. В актовом зале не осталось свободных мест. В разговоре о перспективах развития центральной части столицы участвовали более 150 чебоксарцев. Как это было, узнаете из нашей программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семимильные шаги отечественного и мирового автомобилестроения. Поэтому в центре мало автопарковок и автостоянок. Да и сами основные магистрали и развязки стали слишком узкими для такого количества транспорта. Это создает пробки в центральной части города, через которую проходят главные потоки и ухудшает состояние окружающей среды. Власти пытаются найти решение, прокладывают объездные маршруты и даже строят новые дороги. Качество дорожного полотна – вторая актуальная проблема весны. Сюрпризы погоды. Когда-то вдруг резко теплеет и также неожиданно холодает, приводят к тому, что асфальт разрушается с удвоенной скоростью. Ямочный ремонт столицы начался еще в феврале. Дыры латали 10 бригад и днем, и ночью. Чтобы подольше сохранить городские дороги, применили новую технологию. Небольшой участок проезжей части покрыли специальным веществом. Оно должно укрепить дорогу, защитить от разрушений. По словам разработчиков спецраствора, уникальное покрытие способно не только продлить срок службы дорожного полотна, но и сократить расходы на ремонт и строительство. Технология разработана на основе новых полимерных материалов, которые при смеси с битумом проникают вглубь асфальта и восстанавливают окисленную битуму. Эта технология позволяет удвинуть срок службы покрытия до 5 лет, в зависимости от степени интенсивности и поверхностного износа. Заокеанские гости имеют давний опыт применения данного покрытия. В России он начал применяться несколько лет назад. Как технология, она приживется. И даже полоса, она достаточно еще лояльная. По циклам переходов через 0 градусов они уже подписали контракты по работе в Крыму, ну и плюс по работам в Краснодарском крае, это аэропорт Адлера. Проницаемость асфальта в этом случае снижается на 90%, а прочность увеличивается в среднем на 40%. Столичные эксперты сделают свои выводы. Эффективность данной технологии можно будет судить через год. В течение года мы будем наблюдать, как ведет себя данный участок дороги, какие изменения на данном участке. То есть по истечению года будут проведены дополнительные испытания. То есть будет взята вырубка этого участка дороги и в лабораторных условиях будут проведены анализы. Если технология себя оправдает в наших погодных условиях, ее будут использовать в строительстве местных дорог. Не оставят без внимания и дворовые территории. Глава администрации Ленинского района Николай Прокопьев отметил, что объем работ по программе благоустройства дворов очень большой. В первую очередь приводить в порядок начнут те территории, где жители наиболее активны. Одна из дворовых территорий это рядом практически с 10-й школой, куда входят дома номер 46 по проспекту Ленина 42, 42 корпус 1, Петрово 11-13 и Николаево 6. Здесь будут предусмотрены работы по ремонту внутриквартальных дорог, строительство и ремонт тротуаров, строительство парковок, обязательно строительство уличного, внутридворового освещения. Где оно имеется, оно будет обязательно модернизировано. Ну и конечно предусматриваем строительство детских площадок, парковок, расширение дорог и кронирование старорослых, высокорослых и аварийных деревьев, а также высадка кустарников и деревьев. Данная программа предусматривает проведение работ с 17-го по 22-й год. 17-го по 22-й год. Эту работу мы выполняем только по обращениям в первую очередь наших жителей. В этом году эти адреса мы выбрали, конечно, по вашим обращениям. Чуваши участвуют в реализации приоритетного федерального проекта формирования комфортной городской среды. До 2020 года во всех населенных пунктах, где проживает тысяча и более человек, должны быть приняты новые правила благоустройства. 47 дворов и 15 так называемых общественных пространств города Чебоксары будут модернизированы. На реализацию программы в 2017 году столица получит 150 миллионов рублей. Все проекты были вынесены на публичное обсуждение. В ЧГПО имени Яковлева состоялось одно из них. Речь шла о проекте реконструкции благоустройства сквера, прилегающего к площади республики, более известного в народе как Огород. Немного истории. В начале прошлого века современная площадь республики располагалась на территории Верхнего базара. И именовалась она Ярмарочная площадь. С 1934 года стала советской, а с 1950-х годов получила имя Ленина. Именно в это время сквер за памятником Ильичу начал оформляться. Здесь были посажены голландские голубые ели, несколько сотен древовидных растений, тысячи цветов, каштаны. Сквер стал визитной карточкой города Чебоксары. Фотографии Дома Советов вместе со сквером можно было увидеть на открытках. Их использовали для оформления почетных грамот и даже, не поверите, пачек с папиросами. Современное название площадь республики сквер приобрел в 1996 году. А вот кто и когда придумал название «Огород» – неизвестно. С течением времени сквер стал менее помпезным и определенно нуждается в реконструкции. Горожанам, студентам ЧГПУ и ЧГСХА предложили ответить на вопрос, какой бы они хотели видеть эту зеленую зону в центре города. Фонтан, который зимой или в осенне-весеннее время будет преобразовываться в сцену для проведения каких-либо зарядок со звездой, физкультурных мероприятий, либо творческих пятиминуток на перемене. В свою очередь студенты сельхозакадемии хотели бы видеть в парке скульптуры и альпийские горки. Кроме этого поступило предложение устроить здесь музей под открытым небом, открыть галерею молодых ученых, вместо обычных фонарей и светильников установить множество лампочек, которые должны создать иллюзию звездного неба. Многие сошлись во мнении, что в сквере не должно быть курилок, а для желающих подымить должны быть обустроены места для курения за пределами сквера. Глава Ленинского района Николай Прокопьев пообещал, что все предложения, замечания и идеи будут учтены. Эскизы, проекты и замечания по поводу реконструкции парка принимались в городской администрации до 25 апреля, а уже к 1 мая должен быть готовый дизайн проекты. Сама программа должна быть утверждена в срок до 10 мая. Отметим, что ранее путем конкурсных процедур для разработки эскизных проектов на благоустройство дворовых территорий был определен подрядчик. АО Чуваш Гражданпроект. К майским праздникам столица Чувашии должна преобразиться. Не последнюю роль играют в этом и горожане. Весенние субботники в этом году начались чуть позже. Неожиданный апрельский снегопад смешал все карты коммунальщикам. Тем не менее, к празднику труда и победы в Чебоксарах появятся новые зеленые зоны. В городе в период этих весенних мероприятий будет высажено 2375 зеленых насаждений. Это из них 150 – это деревья, которые будут высажены в трех районах Чебоксара, и 2200 – это кустарников. Места посадки этих зеленых насаждений были у нас согласованы еще в период подготовки самих мероприятий. Они формируются либо на основе обращения физических лиц, либо на основе обращения юридических лиц. Некоторые жители Ленинского района выразили готовность принять активное участие в посадке деревьев и кустарников. У нас дом достаточно молодой, территория не совсем благоустроена, и мы хотели бы посильно своими жильцами, собственными силами высадить саженцы. Я слышала, что существует такая программа, когда жильцам даются саженцы безвозмездно, и мы хотели бы уточнить, существует такая возможность или нет. В управлении экологии Чебоксар отвечают, посадку деревьев в столице отныне будут осуществлять только специальные организации. С 2016 года администрации города Чебоксара было принято решение о выполнении только профессиональной посадки деревьев и кустарников. Что это означает? Что мы привлекаем для посадки данных зеленых насаждений не как раньше людей во время проведения экологических мероприятий, а привлекаем специализированную организацию. Данная специализированная организация должна не только посадить, но и производить уход. Уход должен быть произведен в такой степени, что само зеленое насаждение должно расти три года. То есть, если в течение трех лет данное зеленое насаждение погибает или засыхает, подрядная организация обязана его пересадить на безвозмездной основе. Так как мы уже перешли полностью на профессиональную посадку, раздачи самого материала мы населению не производим, но готовы оказывать полную методическую помощь. Что это означает? Любое лицо, которое хочет писать у себя во дворе, например, либо около своих организаций, они могут обратиться в наш адрес, и мы им окажем помощь. В том, что мы можем проверить, есть ли там какие-либо коммуникации. Так как если есть какая-либо коммуникация, это тепловые сети, либо газовые сети, есть понятие охранной зоны. И в охранной зоне не рекомендуется сажать зеленое насаждение, потому что потом они уже, когда вырастают более большие деревья, уже кустарники, корневая система мешает данным коммуникациям. И потом вынуждены уже производить вырубку данных насаждений. Итак, основные правила посадки деревьев в городе. Первое. Выбор места. Нельзя сажать деревья и кустарники там, где проходят подземные коммуникации. Поэтому обязательно учитываем расположение коммуникации, водопроводные трубы, канализационные, теплосети и газ, а также кабель и дренажная система. Все это нужно учитывать и выдерживать расстояние при посадке не менее 3 метров. Второе. Минимальное расстояние посадки деревьев от домов и других строений 5-6 метров. Кустарники сажаем на расстояние не более 2 метров. До стен школ, детсадов – 10 метров. До края тротуаров – 0,7 метров. Третье. Учитываем и то, что деревья начнут разрастаться в ширину. Необходимо соблюдать расстояние между саженцами. Поэтому сажаем через каждых 4 метра. Четвертое. В посадочную яму рекомендуется уложить дренажный слой. Поверх засыпать подготовленный грунт для посадки. Верхний слой почвы необходимо уплотнить ручным способом. Обильно полить отстоянной водой. Пятое. Если саженец тонкий, то можно сделать опору и привязать к стволу веревку. Так дерево не будет наклоняться от ветра и не упадет. И в заключение напоминаем, что лучше высаживать дерево ранней весной, как только грунт прогреется до положительных показателей. Специалисты Управления экологии готовы выехать в любую точку города и помочь правильно посадить саженцы. Так, к примеру, ребята из 61-й столичной школы благодаря подсказкам экологов подарили городу небольшую аллею из молодых лип. Она не один год будет радовать учеников и учителей, и жителей близлежащих домов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Администрация 61-й школы в период подготовки к месячнику обратилась к нам с просьбой оказать содействие в выборе места, в выборе самих насаждений, которые необходимо посадить. Мы им посоветовали, как бы, выехав на место, им посоветовали обратить внимание на вот этот угол, как бы, их школы. Почему? Потому что здесь у них дальше уже растут деревья, а здесь есть небольшой прогал в виде отсутствующих деревьев. Сами деревья рекомендуется сажать все-таки не ближе к зданиям, а ближе к ограде или ближе к выходу. Почему? Потому что если дерево посажено около здания, оно имеет свойство расти, и потом уже, если оно будет вырастет, оно может представлять опасность для зданий. И мы им посоветовали сделать это все-таки, посадить около ограды. Это позволит, как бы, украсить вид школы, потому что люди, проходя мимо школы, будут видеть зеленое насаждение, которое будет посажено. Липо-мелколиственное, оно является неприхотливым деревом. То есть, если оно будет посажено сейчас, то в течение 3-4 лет, пока оно будет здесь приживаться, такой необходимости полива нет. Но если лето будет жарко, более 25 градусов, рекомендуется раз в неделю, два раза в неделю, все-таки его поливать. Но это исходя уже из самих погодных условий. Единственное, нужно будет посмотреть, прижилось растение, как оно растет, ну и, естественно, смотреть, чтобы его никто не сломал. Понятно объясняли, и оказалось, что это было все легко, и мне очень понравилось. И в будущем я со своими детьми, наверное, тоже пойду сажать деревья. Я за этими деревьями чувствую свою ответственность, и буду за ними ухаживать, ведь они могут без меня пропасть. Надеюсь, ученики нашей школы тоже посадят дерево, и у нас вырастет целая аллея. Надеюсь, другие ученики нашей школы тоже посадят деревья около школы, и у нас вырастет целая аллея. Теперь мы знаем, как правильно сажать деревья, чтобы они прижились, и чтобы они росли, радовали нас, детей и всех окружающих. Я думаю, что такие акции, конечно же, нужны. Во-первых, это чистый воздух, во-вторых, это очень красиво, и, в-третьих, это прививает к трудолюбию. Дети должны не только теоретические знания получать, но и практические, и поэтому, сами посадив деревья, они уже будут знать, что это такое, как они растут, эти деревья, как нужно заниматься сельским хозяйством. Это первый маленький шаг к тому, чтобы понять, как наша природа устроена. Что касается других городских пространств, то в этом году будут высаживаться только определенные породы деревьев и кустарников, только те, которые хорошо приживаются в условиях нашего климата. В основном будут высаживаться это липомелколистное, это дерево как бы более так хорошо приживается в городе Чебоксары. Также будет немного посажено это каштан конский в количестве 30 штук, и воплакучий 25 штук, и рябина обыкновенная 15 штук. Это как раз касаемо деревьев. А кустарник, который будет высажен, это спирея калина листа и дерен белый. Кроме этого, специалисты городского управления экологии проведут своеобразную инвентаризацию тех саженцев, которые высадили в Чебоксарах прошлой осенью. Проверят их схожесть и выживаемость. Там, где необходимо, будут высажены новые деревья и кустарники. Это лишь малая часть тех вопросов и проблем, которые успели озвучить горожане на площадке «Открытый город», о которых мы успели рассказать. Всего же за вечер рассмотрели более 20 вопросов. У местных жителей накопилось много вопросов и к правоохранительным органам. Старшему участковому, уполномоченному полиции, майору полиции Леониду Сазонову, пришлось выслушать большое количество жалоб и просьб, проверки аптек и разливаек, продающих спиртосодержащие жидкости, усилению патрулирования улиц. Как всегда, летом начинается у нас зеленый ресторан. Пьем, закусываем, курим под каждым кустом. Куда делась патрульно-постовая служба? Почему не дежурит? Автопатрулили ежесменно, круглосуточно патрулируют по району. Они постоянно заезжают и во дворы, и на территории. Когда чиновники и жители вместе определяют, что нужно сделать в первую очередь, результат, как правило, не замедлит себя ждать. Тем, кто живет здесь, не безразлично, ведь судьба наших дворов, территории, дорог. Здесь я подчеркнула, во-первых, много информации, нужной для себя, то, о чем я не знала, ну и, соответственно, вынесла ту информацию, которую хотела сама узнать, но не знала, кому ее задать. Поэтому спасибо за эту встречу. То есть организованно очень хорошо, приятно, как в кругу семьи. Если у вас тоже есть вопросы и предложения, приходите на встречи с представителями столичной администрации и примите участие в дискуссии. До встречи в открытом городе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова